праздника Суккот. Рав Кук пишет о том, что этот праздник особый, почему он называется праздником радости, потому что всякое обновление приносит радость. И действительно, праздник связан с сотворением мира и этот свет творения проникает к нам. И уже после наших просьб об исправлении мира, о привнесении в него добра и нами, Всевышним, мы получаем какой-то, видимо, чистый свет, и это чувствуется во всем, что нас окружает. Это такое небольшое вступление. Теперь мы возвращаемся к вами, как всегда, с молитвой к изучению Шмуэль Бетт, второй книги Шмуэля. И я только напоминаю, что она начинается с становления Давида как царя. И еще мы встречаем Давида в циклаге, и там происходит целый ряд событий. И давайте мы чуть-чуть вернемся с вами к первой главе книги. Секунду. Мы так видим с вами текст. Да, видим. Замечательно. Итак, и было после смерти Шауля. Мы представляем себе, что так начинается несколько книг. И было после смерти Маше, и было после смерти Яшуа. Она несколько начинается по-другому книге Шмуэль. Но здесь мы видим, возвращается пророк к тому же самому моменту, после смерти Шауля. И из этого мы понимаем, что правление Шауля было, хотя и очень коротким, коротким на самом деле целой эпохой. И отличие, возможно, этого момента, от того, когда говорится, было после смерти Маше, было после смерти Яшуа, сыновья Израиля не ищут здесь, и не будут искать нового руководителя. И, в общем-то, в этом заслуга самого Шауля, потому что он оставил прочную страну, укрепленные города, и даже поражение на горе Гильбоа не поставило в опасность все колены Израиля, так как они, по крайней мере, надеялись, что смогут противостоять Плещим в своих укрепленных городах. А Давид вернулся после того, как он поразил Амалика. Мы помним о том, что Амалики тяне совершили навек на деревню, так сказать, Шауга, деревню Давида в Циклаге, и угнали женщин и детей. И Давид, вернувшись в Циклаг, после того, как он был отослан из войска филистимлян, вернувший Циклаг обнаружил сожженный Циклаг, погнался за Амаликом, вернул женщин и детей, и вернулся в Циклаг. И жил Давид в Циклаге два дня, он еще не знает о поражении, он, видимо, начинает отстраивать эти жилища в Циклаге для того, чтобы обосноваться в нем еще на долгое время. И здесь говорится, после того, как он поразил Амалика, не после того, как он забрал имущество, отбил женщин и детей у Амалика. Это для того, чтобы подчеркнуть отличие Давида от Шауля. Давид в любой ситуации и всегда, при любых обстоятельствах, был готов исполнить заповедь и стремление Амалика. И даже выходя для того, чтобы вернуть женщин и детей и отбить их у Амаликитян, он думал о том, как исполнить заповедь Амалика. Мы помним об этом, что из Амаликитян мало кто спасся. Это важно здесь, потому что Шауль был несколько другим человеком и несколько иначе относился к словам пророка и к словам Шмуэля, повелевшему ему истребить Амалика. Он думал о том, как не нарушить морально-этический закон, вместо того, чтобы исполнить эту заповедь, как предписано. Мы представляем себе, что Давида для того, чтобы вернуться из Африка, откуда он был отослан филистимлянами, царем Гатта, ему потребуют два дня. Три дня ушло на погоню и за Амаликитянами, и на возвращение. И где-то, можно представить себе, что примерно где-то пять дней назад произошло сражение, пять дней назад погиб Шауль. Естественно, что нету средств связи, Давид еще ни о чем не знает. И было на третий день. И вот пришел человек из лагеря от Шауляма. Обратите внимание, что здесь сказано «человек». Это обычно человек важный. Дальше у нас появится юноша, и это будет важно. Здесь несколько сложный текст, который, по крайней мере, Клиекар комментирует так, что он по его как бы системе, которую он применяет несколько раз, я бы сказал, довольно удачно, он видит здесь две личности. Не одного человека, одного важного, а второго пришедшего вместе с ним. Это немножко забегая вперед, пока мы обращаем внимание на слово «человек» из лагеря от Шауля. Внимание, тоже важная деталь. Из лагеря от Шауля. То есть не просто из лагеря, а от Шауля он в кругу людей, приближенных к Шаулю. Это человек важный, приближенный к Шаулю. И одежда его разорвана, и земля на голове его. И было, когда он пришел и приблизился к Давиду, и упал на землю, и распростерся. Упал на землю, и распростерся, как перед царем. Другой причины у него нету, потому что законы траура, печали, они не предполагают, что человек упадет на землю, на землю перед кем-то, если он даже принес дурное известие. И сказал ему Давид, откуда это ты пришел? Чувствуется небольшая ирония в голосе Давида, потому что он узнал этого человека. Тот, к кому он сейчас обращается, это никто иной, как доек. И об этом говорят все комментаторы. Мы увидим, что это ложится и на текст здесь. То есть человек, который причинил ему много горя, который стал причиной того, что Кагэн из города Нов были казнены. Более того, он сам казнил их, потому что ближайшие, приближенные Шауля, я напоминаю, Авнер и Амаса, они отказались поднять руку на Кагэнов. И здесь он говорит, из лагеря Израиля спас я бегством. Мы уже видим, что здесь некоторые противоречия с текстом. Человек, он пришел от Шауля, сказано. То есть это как бы пророк говорит, раскрывая нам истинный момент. А сам человек, он говорит, я пришел из лагеря Израиля. Мы уже понимаем, что это важно. Он говорит, что я спас субъектством. То есть я не был в окружении Шауля, в ближайшем к нему окружении я не был. И сказал ему Давид, как было дело, скажи мне, прошу. и сказал, тут несколько, мы видим, что ирония сменяется на серьезную просьбу. И поэтому Клейкар говорит, что Давид обращается к другому человеку, к тому, кого он воспринимает, как слуга, кто пришел вместе с Доэгом. Он обращается к нему и просит его рассказать о том, как было дело. Естественно, что ему не очень хочется разговаривать с самим Доэгом. Не совсем он доверяет его слабам. Если не сказать, не доверяет его слабам. Когда бежал народ с поля битвы, и так же много людей пало из народа, и умерли. И Шауль и Юнатан, сын его, умерли. Давид впервые слышит о том, что народ потерпел поражение, и тем более он впервые слышит о том, что Шауль и Юнатан погибли. То есть сразу несколько тяжелых известий. И сказал Давид, юноше, или это Иш, человек важный, или это юноша. И поэтому Клейкар здесь разделяет две личности. Он говорит о том, что пророк Натан, который скорее всего записывал эти слова, скорее всего у нас нет другого варианта предположить, кто записывал эти слова. Он записывал эти слова, и он не захотел упоминать Доэга, не захотел упоминать всю его ситуацию, то, что сын его, который принимал участие в казни Когена в городе Нов, как мы можем это увидеть из текста там, что он пришел также к Давиду. Все это Натан захотел рассказывать и как бы спрятал внутри этих строк. Как ты узнал, что умер, Шауль и Юнатан сын его? Мы представляем себя, что в этом вопросе уже есть некоторая проблема, скажем, которую видит Давид, потому что Шауль и Юнатан скорее всего не были в одном месте, как обычно это бывает. Царь командовал, скажем, одним крылом войска, а сын командовал другим крылом войска, и вряд ли они оказались вместе. И мы понимаем, что люди бегут с поля боя, им не до того, чтобы обмениваться информацией, потом каждый скрывается и спасается сам. и тоже не совсем понятная ситуация, почему эти люди пришли к Давиду, почему они решили прийти к Давиду, потому что им пришлось пробираться через несколько дней, пять дней, как мы представляем себе, им пришлось пробираться через территорию, на которой властвует пелистимляне, пелистим, и они могли попасть к ним в руку, какая необходимость была идти в этот момент к Давиду с известием. Несмотря на то, что у сыновей Израиля существовало обычай приносить известие о случившемся на поле боя, если была победа, царь сам посылал вестника, если нет, то тот, кто мог считал своей обязанностью извести селение жителей Израиля о поражении, несмотря на это, все-таки непонятно, зачем они проделали столь долгий путь и пришли именно к Давиду известить о поражении и подчеркнуть, что погибли Шауль и Йонатан. И сказал юноша, рассказавший ему о гибели Шауля, оказался я совсем случайно на горе Гильбоа. Он говорит, что я оказался случайно. Здесь это доэг, который должен был быть недалеко от Шауля. Ему не нужно было объяснять эти подробности. Но здесь он говорит, я не был приближенным к Шауля, и я оказался случайно на горе Гильбоа. Мы можем представить себе на горе Гильбоа, где происходит последнее сражение или завершается сражение, туда отступил Шауль, и туда отступили основные силы, которые защищают царя, гвардия. И мы видим, что Йонатана нет в этом месте. О гибели Йонатана нужно было узнать как-то отдельно. Пока непонятно как. И вот Шауль опирается на копье, и вот колесницы и всадники подступили к нему. Мы с вами вспомним описание сражения, которое приведено Шмуэль Алиф, и посмотрим, что вытекает из этих двух картин. Я ожесточил и сражение вокруг Шаули, и сказал Шауль своему оруженосцу, обнажи свой меч и заколи меня им, а то придут необрезанные эти и заколют меня и будут издеваться надо мной. Но не захотел рженосец его и устрашился очень. И взял Шауль меч и упал на него, и увидел рженосец его, что умер Шауль и упал он тоже на меч свой и умер с ним. Я ожесточив и сражение вокруг Шауля, и заметили его люди, стреляющие из лука, и испугая все, он очень, и из-за стрелков, это немножко раньше, естественно, в начале этой истории я тут переставил по каким-то причинам в нашем занятии, неважно. Мы видим, что оруженосец не захотел поднять руку на Шауля и упал на свой меч. Естественно, что во всем этом юноша не рассказывает. Он говорит так, и обернулся он назад и увидел меня, и позвал меня, и сказал, и сказал, я вот я. То есть он действительно как случайный человек на горе, которого Шауль не узнает и не понимает почему он находится там. Единственной причиной, которой сын Дойга мог оказаться на горе, почему он мог туда прибежать, это он разыскивал своего отца для того, чтобы помочь ему спастись, спастись вместе с ним. А отец как раз должен был находиться где-то в окружении Шауля. И вот мы видим эту картину, что оруженосец, то есть мы дополняем ее, она не видна из слов юноши рассказывающего, она видна из Шнуэля Алиф из 31 главы. И мы видим, что оруженосец не захотел поднять руку на Шауле, он сам покончил с собой, а Шауля оборачивается назад и видит человека, которого он не узнает или, по крайней мере, в такой ситуации он не узнает его. И сказал мне, кто ты? И сказал я ему, из племени Амалика Яд. Имеется в виду, что он принял Геюр, как мы с вами говорили, до Ига, видимо, вся его семья приняли Геюр, и мы помним, что Дой происходит из племени Амалика, и мы помним с вами, что Амалику не запрещено принять Геюр. Однако подход Давида, как мы помним с вами, можно сказать, галактический подход, он подчеркивает, скажем, обращение внимания на свойства души человек, Давид человек чувствительный, проницательный, и он понимает свойства души. Я напоминаю, что именно Давид сказал, что тот, у кого нету трех свойств Рахманим, Байшаним и Гумна и Хасадим милостивые, скромные и оказывающие милость. Милостивые в душе, сочувствующие и скромные и оказывающие милость. Это три необходимые свойства души тех людей, которые происходят от Авраама, Ицхака и Якова. Авраам, Ицхак, Яков, праоцы передали определенные свойства, скажем, как бы сегодня сказали, генетический код своим потомкам, и этот генетический код неистребим. И тот, кто присоединяется к народу Израиля, он как бы присоединяется и к этому генетическому коду. Если это не происходит, значит, что-то с гиуром произошло не так. Сегодня суд не может выносить такие решения, он не смотрит на свойства человека и не может сказать, что у и поскольку у человека недостаточно милости, мы скажем, что его гиур недостаточно, но это Давид, он и человек принесательный, он фактически находится на пророческом уровне, и он здесь он уже, как мы представляем себе, может и должен считать себя царем, потому что Шауль погиб, и естественно, и есть пророчица Шмуэля, что он станет царем, и есть ситуации, когда понятно, что кроме него никто не может возглавить народ Израиля, с этого момента он может считать себя царем, и вот это два основания для принятия его решения. Я еще напомню, что позже мы с вами в конце книги Шмуэль мы увидим с вами, что Давид аналогичным образом принимает решение о гивоним тех людях, которые пришли в период Яшуа для того, чтобы принять гиюр, но не было понятно, они приняли гиюр искренне или с обманом, и было принято решение, что они будут жить отдельной общиной до тех пор, пока не выяснится обстоятельства или не будет принято судом решение. Давид после того, как гивионе проявили необычайную просто мстительность и злобность, он сказал, что они никогда не войдут в общество сыновей Израиля, то есть как бы похожим образом посмотрел на вещи и посмотрел на вещи и в случае Вестника, который сказал, что я из племени Амалика и имеется ввиду, что я принял гиюр, не просто из племени Амалика, я принял гиюр, он посмотрел таким образом здесь увидел то, что у этого человека нету ощущения святости оруженосец, он не был готов поднять руку на Шауля в такой же точной ситуации, какой он был, а он поднял руку на Шауля, слова его неискренние и нечестные, он что-то вскрывает и Давид принял решение не верить ему, казнить его, вот, как царь казнит, как царь может казнить по своему праву казнить и миловать единолично, но мы еще как бы не подошли к этому предложению, еще несколько слов, и сказал он не встай надо мно и умертви меня, ибо смертная дрожа хватила меня, хотя все еще душа моя во мне, и встал я над ним, и умертвил его, ибо знал я, что не будет жить, после падения его, и взял я венец, который был на голове его, и враслет, который был на мышце руки его, и принес сяги господину моему сюда, и понятно, что здесь откроется главная проблема, зачем было брать символы царской власти, которые были на Шауле, и зачем было приносить их Давиду, понятно, что для Доэга, для его сына, это единственная возможность спастись признать первыми, признать Давида царем, принести ему известие о том, что Шауль погиб, и принести ему символы царской власти Шауля, как бы, как передавая, как будто они могут передать власть царскую Давиду, это единственная возможность для них спастись, потому что если Давид будет царем, естественно, он будет преследовать Дорика. Помня все то, что он сделал и самому Давиду, и помня то, что он казнил Ковенов Ново. И схватился Давид за одежды свои, разорвал их, и так же сделали все люди, которые были с ним. Понятно, что когда приходит дурно известие, человек разрывает одежды, он говорит благословение, барух, да я на имет, барух, всевышний судья справедливый, это мы все понимаем, но здесь, конечно, не только этот момент Давид искренне разрывает одежды свои, потому что он в горе и печали, он не видит никакого преимущества в том, что царство вот наконец перешло к нему и не вспоминает о том, что он избавится от преследований, это сейчас естественно не приходит ему в голову. Единственное, о чем он думает, это о том великом осквернении имени Всевышнего, которое произошло в момент поражения сыновей Израиля, в момент гибели царя, которого пророк помазал на царство и потери единственного своего близкого друга Ионатана, это единственное, что занимает мысли Давида, и поэтому, конечно, действие его неформальное, оно исходит от глубины души. И были в печали, и плакали, и постились до вечера из-за гибели Шауля, и из-за гибели Ионатана, сына его, и из-за поражения народа Бога, и из-за сыновей Дома Израиля, которые пали от меча. Естественно, что не только у Шауули, как у символа могущества Израиля, не только у Ионатани, как в близком друге Плачет Давид, но и обо всем, во всех сыновьях Дома Израиля, обо всех погибших, число которых так и неизвестно, и осталось неизвестно. Мы понимаем, конечно, когда, если даже потерпели поражение, вернулись с войны, то можно было пересчитать, сколько людей не достает. Здесь же, при таком поражении, когда все как бы рассыпалось, все разболилось, и нету царя, и некому организовать этот перечет, то мы даже не знаем, сколько точно погибло сыновей Израиля в этом сражении. «И сказал Давид юноша, рассказавшему ему, откуда это ты, сказал, сын человека, я из племени Амалика, принявшего Геюр, здесь он подчеркивает, потому что он принял Геюр, это я, и сказал ему, Давид, как же ты не побоялся поднять руку свою, чтобы зарезать помазанника Бога». Понятно, что это только как бы часть обвинения, как сказать, вершина айсберга, вершина проблемы, которую подчеркивает Давид, за ней скрывается еще много и много других проблем. Я напомню о том, что в принципе человек, естественно, не имеет права покончить жизнь самоубийством, однако в такой ситуации, когда он боится, что над ним будут издеваться враги, у него есть такое право. Вопрос в том, может ли другой человек убить своего товарища, если тот просит его. Этого делать в принципе нельзя, но в армии действует другой закон. Мы видим, что, скажем, в период войн с римлянами, как во время Великого Бастания, есть целый ряд описаний случаев, когда сыновья Израиля убивали друг друга. Или когда кончали жизнь самоубийством. Можно вспомнить историю в Гамле, где последние защитники ее бросили со скалы. Историю Массады, историю, которую описывает С.Ф. Флавий, когда в Галилее защитили Галилею убивают друг друга. То есть в армии действует какой-то другой закон. И просто такие претензии нельзя было бы предъявить этому юбушу, но за этой претензией, что ты не чувствуешься, не почувствовал святости, в то время, когда оруженосец убил не отказался убить Шауля, ты не почувствовал святости, здесь скрывается очень многое. Здесь можно увидеть претензию, почему ты снял с него признаки царского достоинства, почему ты принес, зачем ты принес это мне, почему ты решил прийти ко мне, кто тебя выполновачивал, скажем, провозглашать меня царем для дояга его сына, это было совершенно неожиданно, потому что они полагали, что Давид, конечно, если не вознаградит их сразу, то, как вестников, принесших для него благую весть, он их и оставит живых, и потом даст им награду, или позволит им быть при его дворе, как людям, как людям доверенным. Реакция такая Давида, она для них была совершенно неожиданной. Позвал Давид одного из слуг и сказал, подойди, порази его, и нанес ему удар мечом, и тот умер. И сказал ему Давид, здесь несколько переставлено времена, то есть сначала Давид произносит обвинение, и вот что он говорит, кровь твоя допадет на голову твою, ибо уста твои свидетельствовали против тебя, говоря, я умер пил помазанника Бога. Здесь мы можем обратиться к ивриту на секунду и представить себе, что здесь кровь говорится домим во множественном числе, не просто кровь как бы одного человека, а домим многие крови много крови, и здесь намек на то, что сын Дойга принимал также участие в казни Кавенов Нов, и это известно Давиду. И естественно, он казнит и Дойга, и его сына, и вот как бы мы с вами прошли по той линии, которую ведет Клейкар, она мне кажется наиболее близкой к действительности, что здесь речь идет не об одном человеке, а о двух, один называется муж, другой называется юноша, один приносит весь, другой рассказывает, и часть его слов вызывает подозрение у Давида, что весь рассказ до конца правдивый. И дальше приводится плач, плач Давида, и оплакал Давид в плаче этом Шауля и Натана, сына его, и сказал, здесь, на мой взгляд, очень важный момент, мы говорим о том, что Давид оплакивает Шауля и Натана, естественно, он плачет искренне, а никак можно было бы заподозрить, что политик, для того, чтобы, скажем, политик, который не хочет показать, что он рад гибели своего врага, он плачет о нем, безусловно, это искренне, и искренность настолько большая и высокая, что ее ощущают окружающие. Но здесь, прежде чем рассказывать о плаче, вставляется еще одно предложение, один посуд и сказал, следует научить сыновей иуды владеть луком, вот ведь об этом сказано в Сефер Иеша. Насчет того, что такое Сефер Иеша, книга прямых, есть целый ряд комментариев, но в любом случае в этой книге описываются войны Израиля еще с того момента, когда вышли из Египта и в переходах по дороге в землю Израиля и говорится в ней о войнах с Сихоном и Огом, и выяснить, что это конкретно за книгой очень трудно, очень трудно, но это и, может быть, не так важно. Главное, что в этой книге говорится о войнах Израиля, и из нее Давид делает вывод, какой он делает вывод, что из проигранного сражения надо учесть, надо рассмотреть недостатки сражения, надо посмотреть, какие причины привели к поражению и исправить их. мы здесь видим целый ряд моментов. Во-первых, Давид уверен, что царство Израиля выстоит, что войско будет воссозданно и оно будет противостоять филистимлянам. Второе, то, что, может быть, нам очень важно отметить, что речь не как бы сегодня многие авторитеты сказали, что если там было поражение, надо усилить изучение тоже. Ничего подобного, прежде всего, реальные выводы. царь призван защитить народ Израиля реальными силами, реальным войском, реальным оружием. То, что без привязанности к Всевышнему, без молитвы к Всевышнему, без повышения духовного уровня народа постоянного невозможно побеждать или, по крайней мере, далеко не всегда будет гарантирована победа. Этот царь должен знать и так. Должен знать и так, и он это сделает, он будет, и Давид будет пытаться возвысить духовный уровень сыновей Израиля. Это все как бы понятно, но прежде всего, это царь призван решать реальные проблемы, реальными средствами, не полагаться на мистику, не полагаться на то, что соблюдение заповедей, оно исправит все. Первая причина, которая видится, это не то, что вы на шауле что-то не доделали, не так соблюдали заповеди, и не то, что не доистребили до поклонства или не доистребили колдовство, возможно, можно было бы так представить. Нет, Давид думает не об этом, он думает о том, как укрепить войско. Мы видели, что лучники филистимлян сыграли решающую роль в том, чтобы привнести победу войску филистимлян. Мы говорили о том, что филистимляне позаботились о том, чтобы закупить в Египте луки, которые называют сложными луками, сделанными из нескольких пластов, отличающимися дальновойностью. Применялись также и тяжелые луки, которые натягивают, наступив на них ногой. В еврите есть такое выражение «дарах каштон». Русский переводится «натянул свой лук». А буквально наступил на свой лук, то есть натягивали, упирались ногой в лук и натягивали тетиву. Это тяжелые луки, которые применяли филистимляне по примеру египтян. Для того, чтобы овладеть такими новыми луками, новым таким боевым оружием, для этого нужно время, для этого нужно приложить усилия для того, чтобы лучники умели попадать в цель из таких луков. Точно научились пользоваться таким оружием. Для этого нужно время. и Давид тут же отдает распоряжение, чтобы подумали о том, как достать подобные луки и как научить сыновей иуды владеть луком. Почему сыновей иуды, мы можем представить себе стрельбой из лука и метанием врачей, в общем-то, отличались особые сыновья беньямина. Давиду в данный момент неизвестно, кто пойдет за ним, кроме колена иуды. Ему это точно неизвестно. Сколько займет времени, чтобы присоединиться к нему колено, присоединиться ли к нему сразу колено беньямина, колено беньямина, из которого Шауль и которая может встать, скажем, на сторону Шауля и сказать, что его потомки должны быть царями. Давид этого все не знает. Он полагается пока только на сыновей иуды. Из них будет войско, из них будет сформирован первый костяк, и из них должны быть лучники, которые овладеют новым оружием. И дальше Давид говорит слова, которые стали символом или как сказать, просто эти слова берут, когда оплакивают воинов Израиля, чтобы все были живы и здоровы, но есть в Израиле, как вы хорошо знаете, Йома-Зикарон, память павших воинов прямо накануне Дня Независимости. И вот этот текст всегда читают. Искренний плач, искренний плач Давида и о людях, о судьбе погибших, трагической судьбе погибших, и одновременно плач об осквернении имени Всевышнего, так как такое поражение, можно сказать, и боепоражение воинов Израиля является, несет где-то за собой осквернение имени Всевышнего, что не сумели выстоять, в то время, как Всевышний должен был бы защищать, почему, как, неизвестно, почему он не защитил, но в любом случае Всевышний с войском Израиля, если оно потерпело поражение, это осквернение имени Всевышнего. И вот Давид эти сроки произносит за корон, в день памяти павших воинов Израиля со дня войны за независимость и до наших дней. Красота Израиля на высотах твоих погибла, как пали герои. Красота Израиля, царь Израиля, войско Израиля. Это не только мощь Израиля, для Давида прежде всего это красота Израиля. А мы говорили с вами, что, может быть, упоминали, что такое красота, если, скажем, сказать, как-то округленно, если так можно сказать, красота, когда это, когда за материальным объектом, за тем, что нас окружает, ощущается что-то, что стоит за этим, духовный мир. И вот поскольку Всевышний всегда с войском Израиля, то для Давида войско Израиля – это красота Израиля. Он смотрит на войско Израиля, как он и сказал Гальяту, и он видит или ощущает божественное присутствие, которое приходит для того, чтобы помочь сыновьям Израиля. Красота Израиля. На высотах твоих погибло. Как пали герои. Как это плач, как это могло произойти. Не рассказывайте в Гате, не возвещайте на улицах Ашкелона, чтобы не возрадовались дочери Плештим, чтобы не возраковали, дочери не обрезаны, так как их ликование будет еще усугублением, усилением осквернения имени Всевышнего. Горы, гильбоа, ни раз и ни дождя, да не будет на вас и полей плодоносных, ибо там был осквернен щит героев, щит шауля, не смазанный маслом. Щиты делали из кожи, натягивая их на деревянный основ, и для того, чтобы стрелы делали такой полукруглой формой, и смазывали маслом, для того, чтобы стрела попав в щит, она соскальзывала, не вонзалась с него и, скажем, не пробивала его, иногда могла и пробить, для того, чтобы она соскальзывала защита, для этого щит смазывали маслом. И вот те строки, которые пронизаны горем, горем потери и близкого друга, и горем от осквернения имени Всевышнего, и заканчивает «Больно мне за тебя, брат мой Янатан, Давид говорит, как мы сказали, из самой глубины сердца, и переживает за из-за гибели лучшего друга, очень мил ты мне, любовь твоя ко мне была чудесней любви женщин». Так он сказал Давид, впоследствии это у людей не очень честных, не очень грамотных, можно сказать, испорченных, вызвало целый ряд предположений некрасивых, нехороших, которых я упоминаю, чтобы просто было понятно, что нету никаких оснований что-либо здесь предполагать. Это просто Давид говорит, он от сердца искренне облакивая Йонатана. Как пали герои, погибла сила ратная, так заканчивает Давид свой плач. Теперь я остановлюсь на секунду, я сейчас сброшу разделение экрана, так я вижу вас более-менее всех, и пожалуйста, если есть вопросы, то я готов попытаться на них ответить. Равзеев, добрый вечер. Добрый вечер. Если можно, такой вопрос. Вот Дайек получается побежал к Давиду, решил присягнуть на верность, если можно так выразиться, но его все-таки казнили. Могло ли это отпугнуть других, допустим, Авна, Раиш, Бошта, которые потом еще с Давидом целых два года воевали, может, с такой точки зрения, это был не совсем правильный шаг с политической, может, тогда стола пощадить, тогда, возможно, не было бы этого противостояния дальнейшего. доставки. Да, это совершенно правильно, совершенно правильно, совершенно правильно, да, но Давид, это одна сторона медали, другая сторона медали, если он примет их как вестников, принявших ему радостную весть, это также может отпугнуть колено Бениамина, который решит, что Давид обрадовался смерти Шауля, и дальше он будет преследовать его потомков. Я думаю, что здесь безусловно, кроме и неприязни искренней к этому человеку, и поиска, скажем, путей справедливости, я думаю, что здесь есть и политическая оценка, и Давид как бы это хорошо понимал, и понимал последствия этого, я думаю, что он оценил здесь как-то эту ситуацию, нам это представить очень трудно, то есть вы правильно говорите, совершенно верно, но я думаю, что если бы была такая реальная угроза, что из-за этого отшатнется колено Вениамина, я думаю, что он может быть и не сделал бы этого. не так представляется. Вопрос совершенно виден. Спасибо. Равзе, шалом, младим джиньхах, шалом, богини, младим сосу. У меня такой вопрос, зачем и когда и при каких обстоятельствах Дуэк сделал гиюр? Когда и при каких обстоятельствах сделал гиюр? И зачем? Мы видим, что это было еще до войны, что это было еще до войны с Амаликом. Зачем? Зачем? Это вопрос, конечно, очень сложный и нету никаких источников. здесь можно только как-то предполагать. Он не только сделал гиюр, как мы видим, он стал мудрецом Торы, он стал и приближенным Шауля. То безусловно безусловно можно предполагать, что в его поступке была большая доля искренности. Он был человеком возможно способным, восхитился Торой, увидел перспективы царства Израиля, что оно поднимается, и пришел и принял гиюр. Есть такое очень правило, есть такое правило очень непростое, что очень часто человеку относительно легко сделать первый шаг и подняться на определенный духовный уровень. Но дальше ему очень трудно удержаться на этом уровне или нужны еще огромные дополнительные усилия для того, чтобы удержаться на этом уровне. И первый шаг до вера в Творца, в его единство, понимание, что будучи за народом Израиля, это был, конечно, колоссальный шаг. Но дальше умение, скажем, усилия для того, чтобы исправить свои качества души. Видимо, этих усилий было недостаточно или он вообще их и не приложил эти усилия. То есть, со одной стороны, поняв единство Всевышнего величия Израиля, он не захотел исправить сам себя. Для того, чтобы может быть как-то пояснить этот принцип, что человек может подняться на какой-то уровень, но удержаться ему на нем очень трудно. Можно представить себе описание первого греха, который совершил Адам, так как его описывает Раби Ашлаг. Он говорит об очень интересном моменте. он говорит, что мир, как пишет Рамбам, он был построен по принципу Эметвишекер, как сказать, истина и ложь. Так был устроен мир. То есть, в нем все было ясно, что это значит, что человек очень четко чувствовал, что можно делать, а что нельзя делать. Например, зарезать, убить животное. Этого не следовало в том состоянии в саду Эден, который он был. И он это понимал, просто чувствовал четко. Таким образом, знание, совмещенное с чувством, оно превращалось в истину. Когда Раби Ашлаг спрашивает, а что же произошло? Вот мы видим, что Медрар говорит, что змея не только разговаривала с Хабой, но он и толкнул ее к дереву. Она должна была почувствовать ужас от соприкосновения с этим деревом, от которого запрещено. Но нет, наоборот, она увидела, как сказано, что дерево приятное и плоды его хорошие. Как это может быть в мире, который построен по принципу истинной лжи, то есть разум совмещен с ощущением человека. Раби Ашлаг говорит такой момент. Он убирается на текст, но просто сейчас нет возможности поднять весь текст, но он убирается на текст и говорит, что Всевышний он хотел разрешить есть Адаму с дерева непознание добра и зла. Только для этого он должен был подняться на определенный уровень. И вот Хаба в какой-то момент поднялась на этот уровень и дерево почувствовала, ощутила, что дерево разрешенное. И она ела с него. И оно действительно было приятным, не ужасным, а приятным. Но удержаться на этом уровне она не смогла. И когда она второй раз ела с этого дерева, которое ее, естественно, притягивало, привлекало, она уже ела совсем по-другому, и это стало преступлением. Это стало преступлением. То есть это пример того, как можно воздыситься, подняться, но потом находясь в какой-то ситуации или находясь на каком-то другом уже более высоком уровне, там очень трудно удержаться. Если мы посмотрим это в жизни, то, что происходит в жизни, то мы увидим, к сожалению, много примеров подобного явления. Поэтому скажем, мы можем представить себе Дойго, что действительно у него был высокий момент в жизни, он посвятил свою жизнь изучению Тору, он очень хорошо продвинулся, он хотел помочь становлению царства Израиля и служил Шаулю, но при всем этом, когда была война с Амаликом, он говорил и говорил, убеждал Шаулю, что не надо истреблять Амалика, надо привести Геюру, привести Геюру или привести царя Геюру, вот это и будет уничтожение Амалика. Это то, что говорил Дойго, понимаем, что он не понял всего и не мог подняться на определенный уровень, получить истинное виденное, добиться истинно виденной ситуации. это то, что с ним произошло, взлет и неумение по-настоящему присоединиться к народу Израиля, исправить свои качества. Вот я примерно так представляю его, хотя источников фактически нету, которые бы описывали путь Дойка. Разве в связи с этим, как вы думаете, может именно потому, что он был из рода Амалека, это было невозможно? Наверное, это возможно, но нужны огромные усилия, понимаете, огромные усилия. Мы скажем, нужны огромные усилия для того, чтобы исправить именно не мозги, не умственные способности, а душевные, духовные способности. И Давидова... Разве, я имею в виду, может быть, в принципе этого и дано роду Амалека. В принципе. Ну, это трудно сказать. По крайней мере, Галаха предполагает, что человек, любой человек, в том числе из рода Амалека, может принять гею. Думаю, что если Галаха такова, то есть какая-то возможность, да, вот, есть какая-то возможность, скажем, преодолеть, преодолеть ту испорченность, генетическую, может быть, которая заложена в человеке. Но для этого, наверное, нужны какие-то большие усилия, какие-то способности, которых у до эго не было. Нужны какие-то духовные, душевные способности. Вот. Так что, я бы сказал, что это возможно, так как свобода выбора человека, она, если не бесконечна, то она огромна. И, наверное, можно это было сделать, но очень трудно, придя вот так из племени Амалека в то время, принять Гюру, это было очень трудно. Принять Гюру, потом по-настоящему присоединиться к народу Израиля и выработать качество души, которая есть в усынове Израиля, это, наверное, было очень трудно. Спасибо большое. Вопрос дополнительный по ДРК. Фактически, Давид Кашмин. Если можно, чуть-чуть погромче, не знаю, чья проблема. Хорошо. Юноша, это же сын Доэга, которого казнил Давид. Так, по крайней мере, говорит Клиекар. Я в свое время очень бился много с этой главой, не нашел лучшего объяснения. Не нашел лучшего объяснения. Как после этого сложились отношения Доэга с Давидом? Он и Доэга казнил? так, обоих? Конечно, Кетро построил так, как будто это один человек, а если мы вчитываемся, мы видим, что это два человека, он обоих казнил? А, обоих казнил. все ясно, спасибо. Есть еще что-то, что хочется спросить? У меня есть некоторое общее, как бы, если одна фраза сказать, я не знаю, ты как бы уже заканчиваешь, нет? Но имеет отношение к уроку. Да-да-да, пожалуйста, конечно. Я хотел, это, конечно, несколько в сторону и все, но все-таки, учитывая общее направление нашего духа, это, конечно, другая ситуация, но тем не менее, то, что мне пришло в гол, я хотел бы поделиться. Во второй Ливанской войне был такой действительно героический эпизод. Раф Сера, наверное, типа полковника вообще по-русски, совершенно замечательный человек, Рой Кляйн, вот, он было сражение в такой проклятой деревне, действительно проклятой, потому что она для многих стала вообще символом ужасных трагедий и жертв в арабской деревне, в Ливанской деревне Бейджала, по-моему, не Бейджала, но типа этого можно посмотреть, слегка я подзабыл. Короче говоря, он закрыл телом гранату для того, чтобы спасти своих солдат, приятелей, друзей, которые были в этом здании и просто трагически погиб. Я просто знаю это, почему? Потому что, во-первых, у нас сыны наших очень близких знакомых и друзей из Маледа Минум просто погиб, но не там конкретно, но очень близко к этому, во второй Ливанской войне. А кроме того, этот Рой Кляйн какое-то время он был командиром подразделения ЭГОС, в котором служил ему тогда старший сын. Это очень как бы... Это очень ценно и очень правильное замечание. Просто с галактической точки зрения можно подчеркнуть еще раз, может быть, несколько другая ситуация, что в принципе человек, общая установка человека в мирной жизни, так сказать, он, в общем-то, не имеет права пожертвовать своей жизнью ради спасения жизни другого. Понятно, что бывают разные ситуации, бывают психологические ситуации. Я не говорю сейчас как бы о законе припечатанном, я говорю как бы о тенденции, о пожелании Торы, чтобы один человек может рисковать, рисковать жизнью может, но идти на верную смерть он, в принципе, ради другого он не должен. Опять же, говорю, что могут быть какие-то ситуации, когда психологический человек не может выстоять в этом восстановлении, и это понятно, но общая тенденция. На войне это не действует, армия действует по своим законам, по своим принципам, по тем принципам, которые позволяют ей функционировать. Если люди не будут отдавать жизнь, упаси Бог, что все были живы-здоровы, но если люди не будут отдавать жизнь один за другого, то армия не сможет функционировать. Это просто будет для нее момент, который не позволит ей функционировать, не позволит ей побеждать. И поэтому естественно ни один раввин, никто, даже в мыслях не было, что Раик Лайн, герой Израиля, что он сделал какую-то неправильную Это с галактической точки зрения очень ценное напоминание. И вообще все, что связывает нас с нашей действительностью, наши уроки, это, конечно, очень ценно. Окей, хорошо. Мы с вами тогда остановимся и постараемся продолжить дальше любые пожелания по поводу урока. Сообщайте, пожалуйста, я постараюсь учесть. Устраивает для вас такой темп, подробный размор текста и так далее. Все в наших руках. Все можно изменить, все можно переменить. А пока хорошего праздника, наилучшие пожелания всем и особенно пожелания здоровья, чтобы хранил всех Бог и чтобы все были здоровы. Окей.